наше путешествие по россии продолжается и мы направляемся в одно из красивейших мест кавказа дагестан путь до нашей цели будет состоять из трех этапов на первом мы доберемся до столицы республики татарстан города казань здесь расположен международный аэропорт имени тукаев расстояние от бугольмы до города составляет 320 километров и занимает около четырех часов далее мы пересядем на самолет и долетим до международного аэропорта махачкала полет пройдет над каспийским морем и займет около двух с половиной часов сам аэропорт несмотря на название расположен в городе каспийск здесь мы пересядем на автомобиль и доедем до шамиль-калы расстояние до поселка через город бунакс составляет 140 километров и занимает около трех часов по пути мы проедем через один из самых протяженных туннелей в дагестане гемринских наше путешествие в дагестан начинается в начале пути мы доберемся до поселка шамиль-кала и далее направимся село новое забутли по дороге остановимся возле гемринской башни полюбуемся красивыми видами на черкейское водохранилище увидим реку сулак с площадки под названием язык тролля или тещин язык осмотрим с высоты сулакский каньон около поселка дубки и наконец доберемся до села новые забутли путь до села с остановками составляет 100 километров и занимает около 8 часов республика дагестан является самым южным регионом российской федерации граничит по суше и морю с пятью государства азербайджаном грузии казахстаном туркменистан и иран по численности населения около 3 миллионов человек самая крупная республика на северном кавказе административный центр город махачкала более половины населения республики сельские жители на ее территории проживает представители свыше 30 коренных национальностей более ста десяти наций и народности самостоятельными языками и диалектами культурой и богатыми традициями народы дагестана говорят на языках относящихся к трем крупным языковым семьям северокавказской алтайской и индоевропейской национальностей северной национальностей Субтитры делал DimaTorzok Восемь аварийных выходов. Выходы расположены слева и справа по борту. Два в передней части самолета, два в средней, два за плоскостью крыла, два в хвостовой части самолета. По разнообразию растительно-климатических поясов он не имеет себе равных в России. От субтропического леса в устье реки Само, пустынь и полупустынь на севере республики, до высокогорных тундр и ледников. В Дагестане около 1800 рек, наиболее крупными являются Терек, Сулак и Само. В республике выявлено 255 источников и 15 месторождений минеральных лечебных вод. Древнейшие памятники каменного века, обнаруженные здесь, относятся к Ашельской эпохе. В XVIII веке в Дагестане стали возникать русские города-крепости. Колониальная политика царской России вызвала в Дагестане политическое движение за независимость и объединение. На рубеже 30-х годов XIX века, под флагом исламского мюридизма, возникло освободительное движение горцев под руководством имамов Дагестана, Гази Магомеда, Гамзат Бека и Шамиля. Субтитры создавал Dагестанов ТСС- Первых местах. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сливается Аварское кольцо и Андийское кольцо И дальше уже начинается каньон Субтитры создавал DimaTorzok Да, в день гибели Газимагомеда в башне находились Об убитом на пути господнем не говорите, что они мертвы Нет, они живы, но этого постичь вам не дано Гимринская башня – древнее оборонительное сооружение, построенное в XIX веке горцами Дагестана для отражения атак и защиты аула от врагов Разрушенное в битве здание реконструировано в 1997 году Башня тесно связана с именем первого дагестанского имама Газимагомеда Это историческое место, являющееся свидетелем стойкости обороны горцев Здравствуйте, кого не видел Ну что, как виды? Ну-то По тоньше Вот из них, по-сути, все услышится Да, раньше здесь была водичка, она периодически идет во время дождей Мне тоже нравится, но наше, короче, надо уже смотреть, как это Ну-то же и на трубке еще Да там столько нюансов, я говорю, я разговаривал с разными мастерами, с моих отцами А когда так, что делать, убежать будет просто В 57 лет на свете, что из таких случаев, что надо было какой-то комплекс купить? А, ну-то Там была битва Чуть ниже там есть Село Гимры Называется это село двух имамов Это село называется Черкей Старый Черкей находится под водой Водохранилище Полностью затоплен Вот такая вот интересная история Очень большое село было С тысячелетней историей Очень много видео есть в Ютубе Как они рассказывают, вспоминают свое село 44 квадратных километров Ее плоскость Очень красивые места потому что Очень красивые Мы оттуда приехали Начало каньона начинается далеко оттуда Вадим Смотрите как Вот оно А вот кстати Вот видишь на твою похожую Слоистый такой Порода видите ко мне Как расположена она Сама по себе еще такая А ее водой еще вымывает На чистой становится Что за машина Я же говорю Вот они А ну тогда у меня никак не получится А у вас дизельный Тещин язык Такой же длинный Такой же длинный Да Все еще разные Просто Да Да А ну вот он Проход же ее Ходи Все иди Смелым людям везде проходишь Да Вот здесь вот Видишь Пролова вылилась Что реально что-то есть такие Есть Ну не всякие есть С страховкой хоть Не погоди меня Я бы побольше вещей привез Так Односторонний сделали, вот буквально полтора месяца она как односторонний, а так было две стороны, легко, легко. Разъехаться можно, да, но есть водители, которые габариты своей машинка. На этой части стояла специальная сфера, сейчас видели, крутится вот так вокруг тебя, она снимает камеры. И вот у них вот на этом месте она стояла, в этой точке. Дагестан, территория туризма, вот так. А, вон она осталась. О, кстати, это сразу увидим, что там написано. Здесь ребят убрали, видимо, здесь у них стояла вот на этой части. Туда выйти. Здесь, кстати, мне ко мне снять. Кто-то хотел. Ракурсов. Вообще. А тот вид, вон, видите, вон, где люди, вон там. Вон тропинка прям. Да, да, да. Вот это вот она. А, да? У тебя готово. Да. На всех телефонах там. У меня нет такого. Да? У меня нет такого. Да. Коньон Сулак. Красиво как Болель. Красиво как Болель. В реке? Нет, автобус заведет А, заведет? Нашим водителем никто не обойдет Ну как пещера Не укрепленные своды, да? Да Прорублено Когда в Нью-Йорке небоскреб устроили Модрячка Да Я просто на своей машине все объехал Весь Дагестан Ну как бы все точки такие скажем так Одно время взлетели В Сайласский Каньон Рано еще Почему? Это уже люди которые Хапнули адреналина Они даже не поют Рано еще Рано еще Рано еще Рано еще Рано еще Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Герой! Вот и закончился первый день осмотра Дагестана, и дальше нас ждут не менее интересные места республики. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok